День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас торник, 13 января, и мы начинаем наш вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начнем с календаря событий. Сегодня у нас запланирован один интересный отчет из Великобритании, 12.30 по Москве, то есть чуть менее двух часов осталось до данного отчета. Мы получим данные по инфляции из Великобритании за декабрь. Больше сегодня не ожидается интересных новостей, и в этой связи мы перейдем к обзору пары евро-доллар. Накануне мы говорили о том, что ожидаем развития боковой тенденции, поскольку нет у нас интересных новостей в понедельник. И в целом можно сказать, что боковая тенденция у нас и была, потому что после проведения нашего вебинара мы сначала сходили вниз по паре евро-доллар, в область 18 фигуры, затем отскочили наверх. Сегодня в Азию также умеренно показывали укрепление. Сегодня не ожидается статистики интересной ни из Штатов, ни из еврозоны. И в этой связи, на мой личный взгляд, участники рынка по паре евро-доллар будут сфокусированы на динамике товарного рынка, то есть будут внимательно все следить за ценами на нефть. Вот здесь уже прибавить звук. Сейчас звук обязательно прибавим. Так вот, накануне я опубликовал свой отчет в разделе «Аналитика фреш-прогноз» на нашем сайте, где указал, что ближайший сильный уровень расположен на отметке 47-46, то есть чуть более 47 долларов за баррель. И в этой связи можно ожидать, что медведи по нефти будут стремиться именно к этому уровню. Причем преодолели мы сегодня этот уровень. Нельзя сказать, что закрепились пока еще за ним, потому что рано говорить о закреплении, но тем не менее текущая котировка 46-67. Это все, безусловно, негативно. С одной стороны, для евро, потому что негативно для всех экономик и для Штатов. Если посмотреть на доходность сейчас облигации, что десятилетних немецких, что американских, что японских, они все показывают снижение, то есть все они указывают на сжатие инфляционного давления. Безусловно, это негативно для всех, но в большей степени получается негативно для евро, потому что еврозона скатилась в дефляцию, согласно последнему отчету, то есть, конечно, данные всего лишь за один месяц, но тем не менее это, безусловно, тревожный знак. И в этой связи, безусловно, евро отзонных под ударом, потому что снижение цен на нефть оказывает дальнейшее негативное влияние на инфляционные процессы в Старом Свете. И в этой связи, на мой личный взгляд, можно ожидать на некотором росте котировок, можно открывать короткие позиции по данной валютной паре, потому что, с одной стороны, снижение цен на нефть – это позитивно для укрепления доллара, и плюс это все усиливает развитие дефляционной болезни в еврозоне, и в этой связи на уровне сопротивления можно открывать шарты и фиксировать прибыль на уровнях поддержки. Поскольку сегодня ожидаются интересные статистики, то сегодня, на мой личный взгляд, не стоит рассчитывать на сильные движения, возможно, конечно, они и будут, но в целом можно выбрать такой план на сегодняшний день, то есть открываем шарты на отметках 1.1876 и 1.1968 и фиксируем прибыль на поддержках 1.1824 и 1.1753. Но вчера у нас были уровни аналогичные по паре евро-доллар, то есть, как вы видите, в целом ничего у нас не изменилось. Если мы посмотрим вчера на дневную свечку, то у нас свечка закрылась небольшим снижением, всего лишь на 16 пунктов, чуть более 0.1% от цены закрытия, то есть практически как дочь свеча закрылась дневная, о чем мы вчера и говорили, что ожидаем боковой тенденции. И сегодня также можно ожидать некоторого боковика, то есть, если вчера сначала мы снижались, потом подрастали, то сегодня можно уже ожидать наоборот тенденции. Сначала мы будем немного подрастать в область сопротивлений, а затем уже будем показывать снижение. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Интересно, с чем связано сегодняшнее стремительное падение по нефти? Илья, вы знаете, падение по нефти стремительно продолжается уже 8 месяц, поэтому с чем оно связано? Здесь с тем же самым, с чем было связано и падение месяц назад, 2 месяца, 3 месяца назад. То есть увеличение предложения на рынке, с одной стороны, ну и плюс еще, если посмотреть уже более глобально на структуру товарного рынка, то нефть была единственным активом, который из комодитис не снижалась. То есть, если вы посмотрите, допустим, на график золота, то, я думаю, если посмотреть на месячный таймфрейм, то вы легко увидите, что золото у нас начало снижаться в сентябре 2011 года. И в 2013 году падение было 30%. То же самое у нас снижение показывало и платина, допустим, снижение показывало и медь, и другие сырьевые активы, и газ, и нефть, единственное, которое стояло в диапазоне 100-115 в течение всего этого периода, то есть с 2011 года. Ну и вот в этом году мы наблюдаем сильные снижения по нефти, допустим, не в этом году даже получается, и в этом году, и в прошедшем году, в 2014 году. А, допустим, в 2014 году золото особо сильно не падало, то есть тоже было снижение, но не такое сильное, допустим, как по нефти. То есть по нефти мы уже потеряли более 50%, и причем очень быстро так цены снижаются. Так, следующий вопрос. Неужели все еще на фоне вчерашнего прогноза института Goldman Sachs? Ну, Goldman Sachs это не институт, а банк коммерческий, поэтому институт это немного другое. И никаких прогнозов здесь уже, в принципе, не учитываются. Понимаете, прогнозы давать, когда уже, допустим, нефть стоит, там, допустим, 50 или 45, и говорить о том, что нефть там сходит на 43, но это не прогноз. То есть если бы Goldman Sachs сдавал свой прогноз в начале года, тогда, безусловно, это было бы более интересно. Так, следующий вопрос. Я имею в виду краткосрочную ситуацию по нефти. Консолидироваться на уровне 50-51 в течение недели. Ну, краткосрочно. Вчера вот на нашем сайте я публиковал свой прогноз поздно вечером. Прогноз уже на вторник, на день текущий. Указал уровень 47-46, то есть ничего не мешало сходить на этот уровень. И сегодня мы в эту область сходили. То есть мой прогноз по нефти реализовался. Что касается следующих, допустим, уровней, то здесь уже более интересная картина получается. То есть по моей методике определения уровней, то, которое я использую, получается следующая поддержка расположена на отметке 41-29. И от текущих уровней это очень большой потенциал для движения. Здесь встает вопрос, либо мы, допустим, отсюда можем немного покорректироваться или консолидироваться, либо мы все-таки пойдем, допустим, на 41-29, и там уже будем корректироваться. Вот здесь уже очень интересно, потому что между 47-46 и 41-29 нет сильных уровней поддержки. То есть можно просто валиться вниз на 6 долларов. Вот здесь интересно, что же будет дальше. Поэтому я не стал сразу же такой прогноз сделать, что свалимся на нефтью на 41-29, сделав более консервативный прогноз 47-46. Поэтому в целом снижение по нефти негативно для пары евро-доллар и на росте котировок присматриваемся к открытию коротких позиций. Так, значит вопросов больше нет. Перейдем тогда к паре фунт-доллар. Здесь события уже поинтереснее у нас сегодня. Сегодня у нас данные по инфляции. Безусловно, это очень важный релиз по инфляции Великобритании. Инфляция у нас индикатор номер один для валютного рынка Форекс. Если посмотреть на структуру инфляционных компонентов, то получается мы имеем следующую картину. Мы наблюдаем исключение безработицы и рост заработных плат, что является позитивным фактором как для личного потребления, так и для инфляции. Потому что если мы наблюдаем увеличение личного потребления, то это все подстегивает рост индекса CPI. С другой стороны, мы наблюдаем снижение цен на нефть. Только в одном четвертом квартале, то есть это период октябрь, ноябрь, декабрь, цены на нефть марки Brent, североморская нефть, просили на 40%. То есть ни много, ни мало 40% это все, безусловно, негативно для инфляционных процессов, потому что нефть это важный компонент инфляции. Также необходимо учитывать и сезонный фактор. Всегда при определении инфляции необходимо учитывать сезонный фактор, потому что сезонная зависимость, она есть во всех экономиках мира. В один период времени, допустим, цены быстрее растут. Вот, допустим, для России традиционно у нас сильная инфляция в первом квартале каждого года. То есть в период января, февраля и марта у нас наблюдается рост. Это связано и с увеличением, допустим, коммунальных услуг, то есть тарифы на электроэнергию, на газ и так далее, и тому подобное. И другие цены растут, а затем уже, допустим, летом мы наблюдаем сокращение CPI. Также есть сезонные зависимости и в Штатах, и в Еврозоне, и в Великобритании. Так вот, в Великобритании в декабре инфляция традиционно растет. Это все связано с усилением потребительской активности в рождественский период, то есть население более активно в потребительском плане, и в этой связи предприниматели, то есть продавцы, они потихонечку ценники передвигают, потому что люди покупают товары, спрос высокий, и можно, скажем так, немного цены повысить, чтобы получить еще большую доходность. И мы имеем вот такую картину. Здесь также необходимо посмотреть и на доходности государственных облигаций Великобритании. Они по итогам декабря снизились на 15 базисных пунктов. В целом, все эти факторы, если все это суммировать, мы получаем выход данных на уровне медиана прогнозов. То есть я не думаю, что мы покажем рост по инфляции выше медиана прогнозов. У нас медиана прогнозов 0,7. С другой стороны, максимум возможно, на что мы можем увидеть рост, это 0,8 в годовом учислении. Тем не менее, все равно это негативно, потому что предыдущий релиз был 1%. То есть даже если данные и лучшие медианы прогнозов могут выйти, на это, в принципе, шансы невысокие, потому что вот мы получили релиз на минувшей неделе по инфляции за декабрь в еврозоне. Там у нас релиз в ноябре показал 0,3, а уже в декабре минус 0,2. То есть на полпроцента цены скатились вниз. Поэтому здесь трудно ожидать, допустим, что Великобританию это не коснется. Безусловно, это касается всех, и поэтому, получается, мы имеем слабый релиз по инфляции, даже несмотря на то, что данные выйдут на уровень медианопрогнозов, и в этой связи можно присматриваться к открытию коротких позиций по паре фунт-доллар. Снижение цен на нефть, которое мы сегодня наблюдаем, также является негативным фактором, как для инфляции, так и для британской валюты, потому что, с одной стороны, это все вновь несет в себе сжатие инфляционного давления, снижение цен на нефть, с другой стороны, цены на нефть динаминированы в американской валюте, то есть они приводят к росту доллара и снижению его конкурентов. Поэтому мы получаем два негативных фактора, и сегодня можно присматриваться к открытию коротких позиций. Сегодня у нас максимум дня 51.91, текущая котировка 1.51.48. Здесь можно, допустим, выбрать два варианта развития событий, либо продавать в области максимального значения текущего дня, либо, допустим, открывать позицию шорта уже непосредственно перед публикацией релиза, допустим, в 12.29 в Москве, там за одну, за две минуты. Если, допустим, мы не показали хороший рост котировок, тогда можно уже продавать, и там уже смотрим на непосредственные данные. То есть, если, допустим, данные хуже медианопрогнозов, можно рассчитывать на сильное снижение вниз. Если на уровне медианопрогнозов, то можно фиксировать прибыль на уровне поддержки 1.51.01. Если, допустим, чуть выше медианопрогнозов, то тоже в целом движение сильно вниз не будет. То есть, где-то 51.01 плюс-минус в этой области. То есть, если мы получаем данные, допустим, 0.6 или 0.5 в годовом отчислении, шанс на это тоже невысокий, но тем не менее все может быть, тогда есть хороший вариант для того, чтобы скатиться ниже 51 фигуры по паре фунт-доллар. Поэтому вот два сценария событий, либо от максимума локального, он у нас на отметке 1.51.91 продаем, либо уже продаем, допустим, в 12.29 перед публикацией релиза. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар. Я на них с удовольствием отвечу. Почему для инвесторов индикатор Core CPI имеет меньше значения, чем CPI? Ну, вы знаете, Core CPI, он очищенный, скажем так, от сезонного фактора. Также Core CPI там не включают в себя те, допустим, компоненты, которые есть уже в самом CPI. То есть это базовый Core CPI, поэтому так сложилось, что для экономического прогнозирования, для экономических моделей больше подходит именно сам CPI, чем Core CPI. Поэтому все смотрят и на него. Но на Core CPI тоже смотрят. Допустим, когда возникают какие-то сомнения, допустим, некоторые цены больше выросли, некоторые меньше выросли, также и учитывают Core CPI, но сначала смотрят именно на сам CPI. Так, можно рассмотреть несколько вариантов развития сценария, как поведет себя пара. Если релиз выйдет, так, один, так, так, на уровне прогноза, если так, тогда пару ждать вверху, чтобы сделать селл. 51,90, 52,06. Так, ниже прогноза, скорее всего, она пойдет резко вниз, текущих уровней, как низко, 1,50. Ну и немного фантазии, насколько должно быть выше прогноза или даже предыдущих показателей, чтобы медвежий тренд в среднем сроке изменился. Знаете, Николай, здесь, я думаю, чтобы медвежий тренд в среднем сроке изменился, одного релиза сейчас по инфляции явно будет недостаточно, потому что необходимо понимать, что сильные тренды, они за один день не ломаются, то есть необходимо несколько событий, чтобы данный тренд переломать. Тренд у нас очень сильный, если мы посмотрим, допустим, на недельные свечки, на таймфрейм месяц по паре фунт-доллар, поэтому одного релиза будет явно недостаточно. Получается, мы снижаемся седьмой месяц подряд, и даже если мы в моменте, ну, даже, как вы говорите, пофантазируем, допустим, пофантазировали, мы пришли к выводу, что все эти негативные влияния нефти, они сошли на нет, и у нас во главе угла стало сокращение безработицы, рост заработных плат, все это подстегнуло рост инфляции, и мы тогда, получается, допустим, не 0,7 показали, а, допустим, выше, чем в предыдущем месяце, 1,1, но все равно этого мало, в принципе, инфляция 1,1, это крайне мало, потому что Банк Англии стремится к 2%, плюс, когда у нас шла речь в начале года о повышении ставок, если вы посмотрите, допустим, на те релизы макроэкономические по инфляции, которые у нас были в начале года, так вот, допустим, в январе у нас инфляция была в годовом исчислении 1,9, в феврале 1,7, то есть даже если мы покажем, допустим, 1,1%, то есть чуть выше, чем в предыдущем месяце, на что шансов крайне мало, все равно это крайне мало для того, чтобы переломать тренд, потому что тренд сейчас может быть переломан двумя способами, либо мы видим рост инфляции в Великобритании, по новой у нас возникают слухи о том, что Банк Англии пойдет на повышение ставок, либо второй вариант, что Федрезерв, наоборот, не будет повышать ставки в текущем году, он скажет, что снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на инфляцию, и несмотря на то, что безработица сокращается, мы не пойдем на увеличение ставок, то есть есть два сценария, и в принципе и тот, и тот, они на текущий момент времени крайне маловероятны, потому что, получается, у ФРС есть шансы на повышение ставок, они очень неплохие, у Банка Англии шансов уже меньше в этом году повышать ставки, и получается, даже сегодняшний релиз, он нам картину все равно не даст, потому что год только начинается, и необходимо дождаться, допустим, хотя бы уже, наверное, данных уже за первый квартал, то есть за январь, февраль и марта, там уже можно будет, если бы, допустим, получить несколько релизов позитивных по Великобритании, несколько негативных по Штатам, тогда уже, да, мы скажем о том, что тренд медвежий может быть сломлен, пока что одного отчета мало, если даже, как вы говорите, пофантазируем, если даже наши фантазии сбудутся, то есть увидели хороший релиз, тогда максимум, допустим, небольшая техническая коррекция, потому что в целом, нет пока причин для того, чтобы у нас тренд переломился, небольшая техническая коррекция, может быть, также консолидация, но, конечно, также может быть и более глубокой коррекцией, однако здесь должно все-таки что-то произойти, что-то такое серьезное, пока что мы это не видим, ничего серьезного, если мы посмотрим на доходности, те же самые государственных облигаций Великобритании, то они по-прежнему снижаются, они снижаются уже каждый день, практически устанавливают свежий годовой минимум, это все, безусловно, негативно, для пары фунт-доллар. Перейдем к обзору пары доллар-японская иена, накануне мы говорили о том, что ожидаем боковика, вот в паре евро-доллар-фунт-доллар, и ожидаем роста пары доллар-японская иена, назывались цели 118.98, 119.37 и 120 фигура. Первую цель мы достигли, до второй немного не дошли, 119.31, и затем показали снижение, американский фондовый рынок, пока что что-то показывает, не совсем для меня понятную картину, то есть вместо того, чтобы набирать обороты, он пока что корректируется, и во второй половине дня коррекция на фондных площадках скатила пару доллар-японской иены вниз. Что касается дня текущего, то сегодня у нас был отчет из Японии, накануне в своем обзоре в разделе аналитика фреш-прогноз в нашем сайте я указал о том, что ожидая позитивных данных по платежному балансу, сегодня рано утром мы получили этот отчет, я указал на то, что в ноябре у нас данные за ноябрь платежному балансу, так вот в ноябре Центробанк Японии отрапортовал о росте золотовалютных резервов, что сигнализирует о росте положительного сальдо платежного баланса, и также наблюдался сильный приток иностранных инвестиций на фондовый рынок, то есть иностранные инвесторы покупали и акции, и облигации, причем акций скупили очень много, я вот накануне, в течение, наверное, минут 20 посвятил как раз именно подсчетам именно притока иностранных инвестиций, было просто скуплено очень много, годовые рекорды были в ноябре поставлены, между прочим, поэтому все эти факторы, безусловно, позитивные, то есть приток денег в страну был, и все это позволяло сделать вывод, что можно ожидать хорошего релиза по платежному балансу, что в итоге и случилось, мы получили хороший отчет, но в целом обзоре на нашем сайте я указал на то, что этот позитивный отчет может ослабить пару доллар-японская иена, то есть мы, безусловно, на позитивных данных можем увидеть укрепление иены, однако данные укрепления иены и ослабление американского доллара необходимо использовать для открытия лангов, потому что в целом, на мой личный взгляд, все-таки коррекция на американском фонду в рынке она уже завершается, подходит к своему завершению и должны мы в ближайшее время увидеть продолжение роста, роста котировок сначала хотя бы в область 2100, в область психологической отметки дальше повыше, возможно даже и, допустим, в 2200 сможем сходить, но пока так далеко смотреть не будем, скажем так, 2100-2150, первая цель 2100, вторая 2150, и в целом на этом фоне также можно будет наблюдать и рост пары доллар-японская иена. Сегодня в Азии мы увидели снижение на позитивных новостях, затем мы увидели рост, рост до отметки 118.84, и сейчас мы вновь наблюдаем снижение котировок, и на мой личный взгляд, вот это снижение котировок пары доллар-иена необходимо использовать для того, чтобы открывать позицию бай, то есть длинные позиции. В целом получается прогноз наш на сегодня по паре доллар-японская иена, он совпадает с вчерашним прогнозом, опять открываем позиции бай, опять ждем рост котировок, цель сейчас стоит чуть выше вчерашнего максимума, то есть вчера у нас максимум был 119.31, можно либо вот в этой области зафиксировать прибыль, либо чуть повыше, допустим, нее, поэтому здесь присматриваемся к открытию коротких позиций, либо, допустим, на текущем уровне, 118.27, либо можно заходить частями, то есть первая покупка 118.27, и вторая покупка уже на уровне поддержки 117.94. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Смотрел вчера ваш обзор в записи, заинтересовал прогноз по паре доллар-японская иена, ваш прогноз полностью оправдался, понравилась теория фундаментального обоснования роста курса котировок доллар-японской иены через фондовый рынок США. С момента ноября 2017 года, когда длительный процесс девальвации анной валюты Банком Японии начал приносить плоды, а именно стремительный рост на фондовом рынке, корреляция между S&P и Nikkei имела ярко выраженный характер, что, в свою очередь, влияло и на курс анной валюты. Однако, именно вчера рост индекса Nikkei 225 не подтвердился ростом S&P 500. Думаю, что подобные мета-анализы можно было бы использовать в среднесрочном и долгосрочном прогнозе. Я использую и в среднесрочном, и в долгосрочном прогнозе. То есть, все учитывая, корреляция возникла как раз именно, когда стала проводиться абономика, когда у нас, вчера я более подробно об этом говорил, ультрамягкая монетарная политика, то есть, скупаем все и вся, что плохо лежит, что дешево стоит и дорого стоит. В общем, берем все без разбору, имеется в виду японские монетарные власти, и все это, безусловно, подстегнуло росты на токийской бирже. Что касается американских фондовых индексов, то вот у меня у самого открыта позиция БАИ, и тоже вот вчера немного попереживал, скажем так, думаю, вроде бы все должно идти вверх, но почему-то не хочет идти вверх. Но мы поживем и увидим. Может быть, уже сегодня эта коррекция завершится. Но в целом, если посмотреть на структуру движения, и по теханализу, и фундаментальный фон, все это указывает на продолжение обычного тренда. И в этой связи, на мой личный взгляд, снижение пары доллар-иена необходимо использовать для открытия именно лонгов, а не шартов. И вот вчера у нас был рост, а потом снижение. Но тем не менее, цели мы вчера обозначили. Первая цель была 118,98. И когда мы проводили наши вебинары, у нас котировки были 118,30. Тогда я и говорил, что можно уже открывать на текущих отметках. То есть можно было вчера заработать порядка 70-100 пунктов. Это очень хорошо для внутридневной торговли. В течение дня очень редко, когда можно более 100 пунктов заработать. Конечно, если мы торгуем несколько дней, то здесь 100 пунктов хорошо. Можно заработать очень, так скажем, часто, если правильно прогнозы делать. Но вот в течение дня 100 пунктов бывает редко. В целом вчера можно было это сделать. Поэтому сегодня вновь мой прогноз остается на покупку. То есть опять у нас, как вы видите, котировка 118,34, 118,27 мы говорили недавно. То есть и вчера у нас были 118,30. Мы говорили о росте. И в целом сегодня опять те же самые уровни. То есть в целом ничего особо у нас не кардинально не изменилось по основным валютным парам. И пока что сигнал по-прежнему стоит бай, то есть покупка. И ждем роста котировок. Возможно, рост начнется уже сейчас, допустим. Возможно, уже ближе к американской торговой сессии, которая у нас открывается в 16 ровно по Москве. Имеется в виду сессия на валютном рынке Форекс. На фондовой площадке она открывается в 17,30. Торгейная бирженайс. В общем, ожидаем роста. Такое падение нефти, все очень плачевно. Добыча нефти, это и затраты тоже. И прибыль она будет приносить, если баррель будет стоить 50-52. Некоторые бывающие предприятия в США начали банкротиться. Это создает угрозу невыплаты кредитов. Будут ли возрастающие риски сдерживать рост доллара и СНП-500? Ладно, большое спасибо за вопрос. Что касается, допустим, банкротства, я так понимаю, это про сланцевые вот эти компании. Но там изначально стоимость добычи очень высокая. Не даже 50-52, она чуть повыше. Потому что там идет гидроразрыв пласта. Я просто в начале января месяца, когда были эти праздничные дни, немного, так скажем, изучил более внимательно именно эту сланцевую технологию. И там очень высокие затраты на самом деле. Вот это горизонтальное бурение. И в этой связи получается там очень высокие затраты. Гораздо выше, чем при обычном, допустим, бурении. При том, которое используют традиционные, скажем так, нефтяники, нефтянцевые, нефтяники традиционные. И для них даже снижение котировок в области 60 уже крайне негативно. А уже про, допустим, там 45, 47, 40 это вообще уже говорить не приходится. То есть банкротства, безусловно, будут. Для традиционных нефтяников это тоже все негативно. Уже многие говорят о том, что сворачивают инвестиционные программы. Допустим, те, кто планировали добывать, допустим, нефть в Арктике, они также уже начинают сокращать свои вот эти инвестиционные проекты. Очень много уже сворачивается проектов, еще более свернуто. Но вчера я говорил о том, что в целом и фундаментально в основе и технический фон указывают на то, что будем снижаться, то есть обновлять минимумы 2008 года. То есть у нас по Brent 36 там с копейками, то есть 35. Вот мне видится такая цель первая по нефтемарке Brent. Это все, безусловно, негативно. В нефтяной отрасли будет много банкротства, не только сланцевых, допустим, но также будут банкротства и у традиционных, скажем так, нефтяников, которые залезли в большие кредиты. Кредиты были взяты под, скажем так, прогнозы о высокой нефти, то есть брали большие кредиты, допустим, далеко за пример ходить не надо, то же самое Роснефть, которая сделала большую ошибку, скупив на максимуме компанию TNKBP, то есть когда она стоила максимально, они ее скупили, и сейчас мы видим, что в целом уже эта часть Роснефти, если раньше она была отдельной, эта компания TNKBP сейчас уже как компонент этого холдинга, то получается сейчас она стоила бы уже в разы дешевле, и это все тоже наводит на мысль, что не только у нас трейдеры ошибаются, допустим, аналитики ошибаются, ошибаются все, в том числе и, допустим, вот такие компании. То есть они купили эту компанию TNKBP на максимуме, а сейчас могли бы уже купить гораздо в разы дешевле, то есть такая вот классическая ошибка, классическая трейдерская ошибка, купить на верхах и продать в низах, и затем наступает уже разворот рынка. Поэтому брали большие кредиты, думали, что нефть всегда будет по 100, несмотря на то, что, допустим, товарный рынок с 2011 года весь снижается, а нефть – компонент товарного рынка, почему-то все думали о том, что нефть будет всегда 100-120, брали большие кредиты, и в итоге сейчас мы видим, что от 120 уже мы половины этой стоимости не наблюдаем, и в этой связи получается банкротство только еще усилится. Когда нефть будет на 35-36, то, я думаю, некоторые компании будут останавливать и производство, конечно, не полностью, но уже будут в разы снижать производственные мощности, то есть тогда уже реально начнется уменьшение предложений, и тем самым все это породит уже новый экономический бум, новый экономический рост, и тогда мы увидим, я думаю, ну если не 150 по бренду, то есть если не новый максимум, то куда-нибудь в эту область, там 130-140, у нас был 147 максимум, если мне память не изменяет. Это так работает традиционная экономика, сначала у нас экономика растет вверх, потом перегрев экономики, затем все обваливается вниз, все, цены скатываются уже ниже себестоимости, то есть есть определенный уровень себестоимости, вот по тому же золоту, допустим, тысячу сто, для многих золотодобывающих компаний уровень себестоимости, и золото вполне в этом году может свалиться ниже этого уровня, потому что у нас мы наблюдаем сжатие инфляции в мире, и сейчас это именно краткосрочный рост золота, и уже ожидаю я взворот по золоту, тому же самому ниже себестоимости опять. И вот то же самое и по нефти, снижаемся ниже себестоимости, находимся там некоторое время, предприятия закрывают свое производство, либо частично, либо полностью, то есть у кого много кредитов, то уже закрывают полностью, и объявляются банкротом, у кого ситуация получше, снижают объем предложения, и тем самым уменьшение предложения будет вызывать спрос, и тем самым закон спроса-предложения в итоге все восстановит. Получается, сейчас мы именно отрабатываем этот экономический цикл, идем на обновление низов 2008 года, тем самым, чтобы вызвать череду банкротств, и затем это все подстегнет уже новый виток экономического роста, и затем будем расти. Поэтому пока что, получается, сначала ожидаем обновление низов 2008, затем, возможно, обновление верхов уже 2008 года. Так, золото подросло, можно уже открывать шорты, спасибо. Олег, на мой личный взгляд, шорты уже можно открывать, потому что золото подросло, и сейчас в целом я не вижу перспектив для того, чтобы золото росло дальше вверх. Это, на мой личный взгляд, именно такой спекулятивный спрос, и тем самым ожидаю в ближайшее время уже именно разворотов по золоту. Читал с утра прогнозы по иене, это и UBS, и на Амура, и оба прогноза завязаны на цены на нефть, и оба противоположны ваше мнение. Вы знаете, я такие прогнозы не читал, Николай, поэтому вопрос вроде цена на нефть положительно влияет на Японию, ведь она крупнейший импортер, безусловно, импортер крупнейший, себестоимость товаров ниже, конкурентоспособность лучше, значит, иене это хорошо, значит, среднесроки пара вверх или вниз. С одной стороны, это иене хорошо, здесь даже не нужно читать ни прогнозы, там, UBS, на Амура и так далее, можно почитать прогнозы от Банка Японии, то есть я вот именно эти прогнозы читаю, и уже затем составляю свой прогноз, больше я в целом ничего не читаю, потому что монетарный регулятор, это у нас номер один, он определяет тренды, поэтому необходимо читать и слушать то, что он нам предлагает. А предлагает нам следующее, он нам говорит о том, что в краткосрочной перспективе все это негативно для Японии, а уже среднесрок, то есть вторая половина 2015 года, 2016 год, это позитивно для Японии. И заходя из этого делаем вывод, что в первой половине 2015 года это все негативно для Японии, поэтому ослабление иены, либо на текущих уровнях иена будет, потому что на самом деле вроде бы иена перепродана уже сильно, и доллар перекуплен, либо еще немножко повыше пойдем, скорее всего повыше можем сходить, потому что в целом доллар может продолжить рост. Но пока что получается вот такая модель, краткосрочный негатив, среднесрочный, долгосрочный позитив. Уважаемые коллеги, я благодарю всех за внимание, наш канал подходит к завершению, желаю сегодня всем успешной торговли, только профитов, и завтра, 14 января в 10.30 по Москве, приглашаю вас всех на наш вебинар, ежедневный обзор валютного рынка, где мы с вами поговорим о событиях на день грядущий, завтра день также будет очень интересный, много событий, завтра Штаты у нас много интересных событий опубликуют, также будет решение Европейского суда по легитимности ЕСМ, по этим облигациям, в общем день очень интересный. Продолжение следует... Продолжение следует...